Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психхар ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За ваших лагерь и мертвых разбиваю молнии» сегодня я рассказываю вам о шафране в психиатрии. Является ли это специей или лекарством? В последнее время многие говорят, много людей, много статей, посвященных шафрану. Шафран является пряностью, пищевым красителем оранжевого цвета. Он получается из высушенных рыльц. Вот эти рыльца, они здесь на рисунке красным показаны. Именно их и собирают эти самые рыльца. Цветков шафрана посевного, крокус сативус по латыни. Так вот, эти самые рыльца и используют для лечения самых разных заболеваний. Мы решили посмотреть, а какова доказательная база использования шафрана в психиатрии. Потому что мы, конечно, в первую очередь психиатрический канал. И мы не отвечаем за использование шафрана при любых других заболеваниях. Итак, мы обнаружили несколько рандомизированных контролируемых исследований. Это очень важно, что мы обнаружили несколько рандомизированных контролируемых исследований. Почему? Потому что рандомизированные контролируемые исследования соответствуют современным представлениям о научной и доказательной медицине. То есть, они предусматривают контроль. Отсюда контролируемые. Как правило, такие исследования ослепляются. То есть, человек, который эти исследования проводит, не знает толком, что он назначает. То есть, там целый ряд есть процедур, которые способствуют тому, что доказательность этого исследования повышается. Ну и что мы обнаружили? Сегодня мы с вами этим поделимся. Ну, во-первых, кроцин, так иногда называют шафран, что он не помогает при лечении абстиненции у больных с зависимостью от опиатов. Не подействовал. С другой стороны, сообщают о том, что использование кроцина во время химиотерапии у пациентов с раком молочной железы уменьшает тревогу и депрессию. Но, к сожалению, увеличивается лейкопения. То есть, с одной стороны, хорошо, симптомы тревоги и депрессии уменьшаются. С другой стороны, появляется лейкопения, уменьшение количества лейкоцитов. Часто уменьшение количества лейкоцитов, сопровождая длительную лекарственную терапию, поражение костного мозга при лучевой терапии вызывает такую реакцию. То есть, чаще всего это может быть у данных больных следствием лечения, в том числе дополнительным воздействием шафрана на кровь человека. А уменьшение количества лейкоцитов – это очень и очень плохо, потому что лейкоциты выполняют важную защитную функцию. Они занимаются фагоцитозом, проще говоря, они начинают пожирать различные там бактерии, которые у нас появляются. Кроме того, они участвуют в процессе свертывания крови, они участвуют в регенерации тканей, что, конечно, при раковых заболеваниях очень важно. Они участвуют и обладают транспортной функцией, транспортируют некие ферменты. Поэтому лейкопения – это, конечно, не очень хорошо для шафрана. Ну и, наконец, еще одно исследование. В этом исследовании говорится о том, что препарат эффективен при обсессивно-компульсивном расстройстве. Конечно, не самым тяжелым. И это исследование сравнивало шафран с флоокцитином. Вроде и той, и другой равны эффективе. Ну, конечно же, я тут могу сказать, что результаты так себе, а не результаты при разных совершенно состояниях. Тревога и депрессия после химиотерапии, обсессивно-компульсивное расстройство, зависимость от опиатов, абстиненция. Одного исследования, как правило, всегда бывает очень и очень мало для того, чтобы констатировать, что препарат действительно действует при том или ином показании. Для того, чтобы зафиксировать то или иное показание, требуется, как правило, несколько исследований. При этом идет сравнение, во-первых, несколько доз тестируются. Маленькая, большая, там, средняя, разные дозы тестируются. Тестируется обязательно сравнение с плацебо, сравнение с препаратами сравнений. То есть, как правило, это несколько исследований. Соответственно, здесь не о чем говорить, потому что по одному исследованию. Но даже все равно, если и одно исследование, то я, как говорится, скажу, не могу утерпеть. Ну, потому что являюсь в каком-то мере учеником Штефана Сталя, профессора из Сан-Диего, который, в общем-то, любил рассказывать. Он сейчас любит рассказывать его. Книжки переведены на много языков. Фактически известный, самый известный, наверное, в мире клинический психофармаколог. Так вот, я присутствовал 22 года тому назад на его лекции, который рассказывал о том, как лечится обсессивно-компульсивное расстройство. Помните, там флуоксетин был, сравнился с шафраном. Как лечится обсессивно-компульсивное расстройство этими самыми селективными глиторами обратного захвата серотонина, куда флуоксетин и входит. Обратите внимание, выздоровление чаще неполное, трудом лечится. Терапевтическая доза чаще превышает начальную. То есть, я бы хотел, чтобы вы это запомнили. Первоначальный эффект наступает на 12-ю, 26-ю неделю. То есть, это получается у нас с вами 3, больше чем 3 месяца. И не происходит усиление обсессивной начальной терапии. Индивидуальная реакция может отличаться самым существенным образом. Так, что у нас, почему я, собственно говоря, вспомнил о Штефани Сталле, когда читал про это сравнение шафрана при лечении обсессивно-компульсивного расстройства с флуоксетином. Обратите внимание, в этом исследовании, ну, во-первых, было очень мало больных, всего 50, что вообще для такого исследования это очень и очень мало. И обратите, пожалуйста, внимание, шафран сравнивался с флуоксетином 20 миллиграммов всего. Как вы знаете, это минимально эффективная доза флуоксетина. И все это сравнивалось в течение 8 недель. То есть, согласно Штефану Сталлю, флуоксетин вообще не мог подействовать при обсессивно-компульсивном расстройстве в этой самой дозе. То есть, фактически, боюсь, что сравнивались два плацебо. И оба плацебо оказались равноэффективны. Ну, это что касается единичных исследований. Но есть несколько исследований, которые объединяются тем, что там есть слово депрессия. То есть, что шафран помогает при лечении депрессии. Вот здесь три исследования. Везде есть слово депрессия. В чем беда состоит? Беда состоит в том, что многие люди, когда это все прочитают, у нас не очень люди грамотные, они думают, что действительно шафран помогает при депрессиях. Беда, однако, состоит в том, что изучается не просто вообще, когда что-то тестируется при депрессиях, изучают не просто депрессии вообще. Потому что депрессия очень часто встречается в течение различных заболеваний, соматических, психических. Но изучают депрессию, которая является основой выделения депрессивной болезни. Самой тяжелой депрессивной болезни, которая называется рекуррентное депрессивное расстройство. И которая состоит из тяжелых депрессий, которые называются депрессивными эпизодами. Вот только эти депрессии называются депрессиями. Только на этих депрессиях тестируются антидепрессанты. В Соединенных Штатах эквивалентом рекуррентного депрессивного расстройства является большое депрессивное расстройство. Только эти депрессии снабжаются специальными критериями. Это совершенно четкие критерии, которые указывают, сколько должно быть симптомов, чтобы можно было поставить диагноз, чтобы можно было оценить тяжесть депрессии. Никаких критериев для депрессии вообще, которые наблюдаются, скажем, при тяжелом соматическом заболевании или еще где-нибудь, нет таких критериев. То есть там за депрессию можно принять все, что угодно. Просто дать больному какой-нибудь опросник, у него там будет больше баллов и сказать, что у него есть депрессия. Как ни странно, не является депрессия и важным диагностическим критерием при биполярном аффективном расстройстве. Вот это очень важно, чтобы вы поняли. Там упор идет на выявление мании. Если мания сильная, то есть это подъем настроения выраженный, маниакальный эпизод. Или есть смешанные эпизоды, когда маниакальное состояние и симптомы депрессии сочетаются, то это биполярное аффективное расстройство тип 1. Если это гипоманиакальный эпизод, слабая мания, то это тип 2. Но вот при этих депрессиях тоже никто не тестирует эти депрессаты. Это еще раз говорю, потому что главное здесь это маниакальный симптом. То есть еще раз очень и очень важно. Когда вы читаете рассказ о том, что тот или иной препарат эффективен при депрессиях, ими должно приниматься во внимание только те работы, где говорится о большом депрессивном расстройстве или рекуррентном депрессивном расстройстве. Есть действительно такое исследование, оно одно. И здесь говорится о том, что характер результатов свидетельствует о том, что шафран и сертралин могут значительно уменьшать симптомы депрессии. И здесь вроде бы все сделано по критериям. Но, во-первых, это исследование одно. Во-вторых, мы никогда не считали, что селективный ингибитор обратного захвата серотонина, любые, будь то сертралин, пароксатин, цитлопрам, эстетлопрам, флоксин, флоксамин являются антидепрессантами. Мы всегда говорили о том, что это противотревожные антиобсессивные препараты. Поэтому лечите вы депрессию. Конечно, нужно сравнивать шафран с настоящим антидепрессантом. А то у нас получается, что есть два плацебо. И одно, конечно, высокоэффективное. Это, конечно, шафран. Другое, может быть, более низкоэффективное. Это селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Ну и, наконец, есть два исследования. И эти два исследования, они посвящены тому, что шафран используется в качестве дополнительной терапии к антидепрессантам при лечении больных уже с клинически очерченным депрессивным расстройством, о котором мы с вами говорили. То есть, там все по критериям. И в одном из этих исследований влияние вот такое дополнительное улучшающее состояние было зафиксировано, а в другом исследовании не было зафиксировано. То есть, несмотря на усилия авторов. Получается, что у нас с вами есть единичные исследования, которые с методологической точки зрения очень подмочены. И есть исследования, которые фактически противоречат друг другу. То есть, говорить о том, что есть какая-то доказательная база серьезная об использовании шафрана в психиатрии при лечении каких бы то ни было психических расстройств, нельзя. Что еще обращает на себя внимание? За исключением одного исследования, которое было сделано, которое посвящено как раз воздействию, дополнительному воздействию шафрана на депрессию, где больные получали еще и антидепрессанты. Вот одно из таких исследований было сделано в Австралии. Кстати, там эффекта не было зарегистрировано. А все остальные исследования, которые мы цитировали, они все сделаны в Иране иранскими медиками. Это не значит, что иранская медицина неквалифицированная. Это не значит, что иранская медицина плохая. Мы сейчас говорим о другом. Шафран является стратегическим продуктом Ирана. Доля Ирана в шафране в мировом производстве и экспорте составляет 90%. То есть, 90% шафрана, который поступает на международный рынок, это, конечно, иранский шафран. Обратите, пожалуйста, внимание, что из этого и на продвижение шафрана, то, что называется маркетингом, расходуются огромные средства. То есть, результат показал исследование, что маркетинговая марка шафрана, цена высока, поэтому производители получают менее 65% конечной цены потребителя. То есть, очень большая доля денег идет на продвижение шафрана стратегического продукта Ирана. Ну, как говорится, мы взорвем ваш отдел продаж. Почему это делается? Почему такие большие усилия, почему большое количество исследований в Иране выполняется? Ну, вы знаете, что, во-первых, стратегический продукт, во-вторых, как вы понимаете, Иран живет под санкциями. И, конечно, под санкции не попадает шафран. Это вы понимаете, потому что это лекарственное средство. Из-за продажи шафрана можно получить крепкую валюту. И, к тому же, шафран, выращивание шафрана очень и очень трудоемкий процесс. Стоит шафран очень и очень дорого. Ну, потому что шафран одна из самых дорогих культур. Чтобы получить 100 граммов шафрана, надо сорвать 5-8 тысяч цветков и обработать их. Представляете, какой трудоемкий процесс. Поэтому нам представляется, что слава шафрана, она на мировом рынке, как лекарственного, конечно, препарата, психиатрия, я подчеркиваю, мы огранились только психиатрическими исследованиями, она, конечно, чрезвычайно преувеличена. В чем тут еще раз причина того, что шафран так продвигается? Стратегический продукт для Ирана, можно получить за него деньги. Страна находится под санкциями. Ничего можно немножко в этой ситуации приврать. Потому что одно дело, как вы понимаете, эффективность лечения каких-то психических расстройств, мало кому ведомо. Другое дело, повседневная жизнь самого Ирана, которая требует, сейчас буквально требует какой-то определенной помощи и денег. Так что я думаю, что отношение к шафрану может быть двойственным и зависит от того, как вы относитесь к Ирану. Если вы поддерживаете Иран, например, в качестве нашего союзника, тогда вы за шафран. Если вы против шафрана, то тогда вы, скажем, Иран и не поддерживаете. Как бы то ни было, я вас очень и очень прошу. Нам бы хотелось, чтобы эта информация, объективная информация о шафране, о том, где он производится, как он производится, как продвигается, она распространялась по интернету, она представляется очень и очень важной, потому что шафран часто рекламируют. Для этого, для того, чтобы вот эта объективная точка возобладала, нужно, чтобы этот ролик посмотрело как можно больше людей. Это можно достигнуть одним простым способом. Подпишитесь на наш канал, поставьте нам лайк, если время, напишите коммент об этом. Тогда этот ролик будет продвигаться в иночах YouTube, многие зрители его посмотрят и получат объективную информацию о шафране. Ну, если хотите облагодарить нас, то становитесь спонсорами нашего канала или переведите нам деньги, а реквизиты счета вы найдете в описании ролика. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok